Дорогие товарищи, боевые друзья, еще не все подошли, но мы все-таки традиция такая, что как наметили, так и начинаем. Обычно мы начинаем здесь в три часа, сейчас два, поэтому может кто-то подойдет позже. Пожалуйста, ни на что не обращайте внимания, особенно те, кто тут около микрофона поет. Я серьезно говорю, ребята, я надеюсь, будете хорошо проводить время, вы нам не мешаете, если будете выпивать, закусывать, наоборот, с удовольствием, с завистью буду смотреть, у меня будет вдохновение расти. Значит, меня зовут Верстаков, я сегодня начинаю. Вторым будет выступать один из основоположников афганской песни, Игорь Морозов. А открыть наш такой небольшой, я считаю, ну какой-то товарищеский вечер, я боюсь к сегодняшнему, вернее, к вчерашнему дню употреблять слово «праздник». Я не думаю, что день вывода войск из Афганистана – это праздник, потому что мы оставили там многих друзей, которые погибли. Нелогично. А день победы 9 мая для Верстаков? Нет, я считаю, праздник – это день ввода войск. Ну ладно, все равно сегодня день памяти, день встреч. А пусть наш вечер откроет офицер, который прошел Афганистан, два года там был, был обманом захвачен в плен в Чечне, один из наших самых известных и продолжительных узников. Еще раз повторяю, офицер, писатель, который написал, я считаю, лучшую книгу об Афганистане, которая называлась «Операцию Шторн начать раньше», а сейчас он, между прочим, председатель Союза писателей России. То есть наш начальник с Игорем Морозовым, потому что мы с ним писатели. А у вас заодно будет теперь знакомый в Союзе писателей России, не просто знакомый, а первый там человек. Николай Федорович Иванов. Дорогие друзья, с нашим днем. День наш, праздник, не праздник, мы здесь, в самом деле, не говорим. Я тоже поддерживаю во многом Виктора Верстакова в том, что ошибка не ввод войск, а ошибка вывод войск. Потому что есть очень многие политические причины. Мы прекрасно понимаем, что это не члены политбюро захотели повоевать, и они послали воевать нас за речку. Были веские причины, которые я попытался по минутам восстановить этой книги. Но сейчас мы говорим не об этом, мы говорим о вечере. Мы говорим о том, что, вы знаете, после Афгана было очень много горячих точек. Но я войну оцениваю потому, сложились ли песни об этих войнах. Вот об Афганистане сложились песни, об Афганистане поют. Ни о Чечне пока, ни о Донбассе, ни о других наших горячих точках пока не запели. Песни пока не сложились. В большинстве своем перепевают вот наших ребят Виктора Вистакова, Игоря Морозова и всех наших других друзей. Знаете, позавчера был в Звездном городке, встречали космонавтов, которые прилетели, вернулись месяц назад из космоса, длительной экспедиции. И начальник космодрома сказал, вы знаете, вы штучный товар. Вот у нас было 400 заявлений в отряд космонавтов, а мы отобрали только 6. Знаете, я подумал, вот мы, афганцы, вы еще более штучный товар. Вы еще более штучный товар, потому что вы те, кто не хотел лететь за речку. Те, кто хотел увильнуть, они увильнули, они не полетели. Вот все, кто здесь, не уворачивались, не придумывали себе болезни, не обложились справками, они, они, мы полетели. Мы выполнили свой долг. И вы знаете, друзья, сегодня сейчас встретил удивительного человека, человека, который раньше всех нас, раньше всех знал, нас предполагал ситуацию, которая будет в Афганистане. Это Хабиб Джабаевич Халбаев, командир мусульманского батальона. Друзья. Это вот человек, которого еще не знали, полетим мы или не полетим, пойдут войска, они пойдут. Вот капитана Халбаева отыскали на курсах выстрел, да, и сказали собрать отряд. И 10 сентября, одну маленькую выдержку вот из этого романа, который вот как раз по минутам восстанавливает, почему мы там оказались, именно почему, вопросы, именно почему мы там оказались. Виктор, разреши одну, зачитаю. Вот об этом человеке, может быть, каждый знает. Виктор, 10 сентября, сентября еще, 79-го года, Ташкент, сначала должен умереть ты, Хабиб Таджибаевич, а потом уже только этот человек, полковник Колесов, это герой Советского Союза Колесник, показал Халбаеву фотографию пожилого мужчины с благородной сединой виска. Тараки понял контакт по газетным симкам президента Афганистана. Вернее, скажем так, что бы ни случилось там, куда вы летите, но мы поймем тебя лишь в одном случае. Если этот человек погиб, то значит ни твоего батальона, ни тебя самого уже в живых нет. Извини, но, короче, отвечаю головой. Комбал взял в руки фотографию, более внимательно посмотрел фотографии. Да, задачу по охране поставил лично Леонид Ильич Бринджин. Все, работаем по второму варианту. А сейчас штабок рукой, потом к вам на аэродром. И вот этот человек со своим батальоном 10 сентября должен был влететь в Афганистан, но запоздали, Тараки был задушен, как мы понимаем, да, сняли с самолета Хабиба Таджибаича с его батальоном, и второй вариант не сработал, и мы влетели 25 уже декабря. Я хочу подарить вот эту книжку, которая, оказывается, у Хабиба Таджибаича нет. Мы с вами встречались в Ташкенте в 90-м году, и вот сейчас увидели себя сейчас. Друзья, любая наша страница, рано или поздно она будет написана, любая наша страница, она наполнена смыслами, наполнена тем, что за нами идут следом, идут следом по нашему протуренному пути. И нам не стыдно оглянуться назад, и нам не стыдно посмотреть на глаза нашему отечеству, и всем остальным мы не опускаем свою голову за нашу афганскую войну. Хабиб Таджибаич, дорогой! АПЛОДИСМЕНТЫ Все, Витя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я завтра будь когуля. Развожу. Так, ну, когда начиналось все это дело, во-первых, давайте еще вспомним, что еще 24 декабря пешком по земле туда вошел в Афганистан десантно-штуровой батальон под командованием Леонида Хабарова, который взял Саланг и принял самые первые бои, об этом почти никто не знает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Потом была 9-я рота, но 9-я рота, она была вспомогательной, потом был мусульманский батальон, потом, вернее, одновременно группа КГБ «Зенит и Гром» и так далее. Песня 9-я рота – это как бы образ начала той войны. Еще на границе и дальше границы Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к афганской столице Девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала портбилеты И с памяти вычеркнула имена, Ведь если затянет собой до рассвета, То не было роты, приснилась она. И если затянет собой до рассвета, То не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась с войной. Идет по Кабулу 9-я рота, И нет никого у нее за спиной. Пускай городка ее бронеколонна, Последней ходившая в мирном строю, Девятая рота сбивает заслоны В безвестном декабрьском первом бою. Прости же девятая рота отставших, Такая служба, такой был приказ, Но завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, А все же она остается войной. Идет по России 9-я рота, Жаль, нет никого у нее за спиной. Идет по Тверскому 9-я рота, Пусть нет никого у нее за спиной. Ну вот песня немножко ближе К мусульманскому... Падим, не сбивай пока. Называется «Горит звезда над городом Кабулу». Это действительно так. Если бы не удался бы вот этот военный переворот, То многих из нас, которые сейчас сидят здесь в зале, Просто не было бы живых. Потому что пришлось бы уничтожать мусульманский батальон. Пришлось бы делать вид, что это афганская армия. Мусульманский батальон, кстати, Они были действительно одеты в афганскую форму. И никто бы никогда не знал, Какие были вот эти первые герои. Горит звезда над городом Кабулу. Горит звезда, прощальная моя. Как я хотел, чтоб родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Я лежу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят или забывают, О нас и знать не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца. Горит звезда, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда декабрьская чужая, А под звездой дымится кровью снег. И я слезой последней провожаю, Все, с чем впервые, расстаюсь наверх. Горит звезда над городом Кабулом, Горит звезда, прощальная моя. Как я хотел, чтоб родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Как я хотел, чтоб родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Шуточная песня о советской печати. Иногда ее, когда не я исполняют, то ее объявляют как песня об афганской армии. И даже говорят, что не я написал, а какие-то там бойцы и прочие-прочие молодые офицеры. Нет, это моя песня, это я ее написал. И я ее печатал именно под названием «Шуточная песня о советской печати». Почему здесь присутствует много моих, Не много, но есть дорогих товарищей, Журналистов, которые постоянно работали в Афганистане в годы войны. И они подтвердят, что нам приходилось врать, врать, врать. Но чтобы о вас, об афганцах, хоть что-то было известно. Мы все смягчали, порой мы заменяли слова там советской армии на афганской армии. Но выбор был небольшой. Или вообще не писать, или иногда что-то допускать. Какие-то, к сожалению, вот такие вот неточности. Иногда фамилии даже меняли. Русский на афганский. Дрожит душман в поле Хумри. И около Герата его крушат, чёрт-пупери. Афганские солдаты и в Кантагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают. О чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода. К границу перешёл и встал, любуется природой. Даёт концерты в кишлаках, а в паузах, контрактах. Детишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент и неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится. Она разбила тысячу бат, нет, миллион миллионов. Почти очистила Шиндант и два других района. Сильно, отважно, велика, заслуженно, известно. А мы всё пляшем гопака и чиним трактор местный. А мы плясали гопака, чинили трактор местный. Песня называется «В королевских конюшнях». А в госпитале сороковой армии он был в бывших шахских, ну или королевских конюшнях. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра раскладушку принесла для меня. Очень трудно, голубки, в коридорах не сплошь. С декобрубком к обрубку полегла молодёжь. Вертолётчик без правы и намётчик без двух. На повязках кровавых гной да пятна от мух. Отыскала местечко в самом дальнем углу, Где десантник навечно задремал на полу. Унесли педалагу, положили меня. И отсюда ни шагу я спокойней гонял. Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал. Не надо подушки, разве что пьедестал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слёзеньки льёшь? Как же ты без привычки здесь в конюшнях живёшь? В королевских конюшнях в госпитале нам чаду. В наркотичном, спиртушном, матершинном бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, Дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь. Но, коль не воскресну, всё равно хоть часом Проживу на чудесный, поглядев, адресом. Проживу на чудесный, поглядев, адресом. В королевских конюшнях метра нет для коня. Медсестра мою душу унесла для меня. Песня называется... У неё два названия. Одно «Пылает город Кандагар». Второе название «Аллах Акбар». Меня иногда ругают за эту песню, но ругают горяча. Если вы вслушаетесь в неё, то поймёте, что она поётся от имени советского офицера. Я не знаю, я, кстати, хотел предупредить. Во многих моих песнях, так сказать, слишком боевое содержание, это не значит, что я пою о себе. Я был там военным журналистом. Но именно военным я работал в войсках, старался держать поближе к бойцам и к младшим офицерам. Но всё-таки я был наблюдателем. Но иногда со стороны не больше, чем... Ну, короче, из-за того, что я видел, одно время было среди офицеров, ну, по крайней мере, я несколько раз видел, шутливое приветствие. Встречались, и друг к другу говорят, «Аллах Акбар, куда пошёл ты?» За водкой пошёл. Аллах Акбар, друзья, Аллах Акбар, Мне было тошно в жизни той, я жить, как все не смог. Простился с верною женой, Аллах Акбар, дружок. Аллах Акбар, И над могилой отца заплакал, наконец, «Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец, Аллах Акбар». Аллах Акбар, горит песок и рушится скала, И очередь наискосок дорогу перешла. Аллах Акбар, Вы слышите, как мы поём там в цинковых гробах? Ты видишь ли, как мы идём, мы не свернём, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернётся в Кандагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар, Аллах, Аллах Акбар. Знает город Кандагар, живым уйти нельзя, И всё-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Песня называется «Нюрка». Плачет нюрка, живая душа, Слёзы с кровью смешались на лапах, Ах, как нюрка была хороша, Самый тоненький чуя лозапах. Плачет нюрка, а птица летит, Боевая железная птица. Плачет нюрка, себе не простит, Но ведь плачет, и всё ей простится. Гладит нюрка, родная рука, Еле снуть бы хозяйскую руку, Как знакома она, так легка. Обреченная нюркой на муку, В вертолетный врезается пол, Высеченная нюрки на тело, Сотню раз она чуяла то, А в 101-й чуть-чуть не успела. По загривку прошёл холодок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на тонкий стальной проводок По расщелине лапа скользнула, И взметнулся огонь из камней, И запахло железом калёным, И хозяин, идущий за ней, Опустился на землю со стволом, И ползла к нему нюрка, ползла, И лизала его, и лизала, И крепела на помощь, звала, И глазами всю боль рассказала, Подбежали к сапёру друзья, Обмотали бинтами сапёра, Он сказал, мне без нюрки нельзя, Нет, сказали ему, это горы. Вертолёт прилетел поутру, И вдвоём погрузили в машину, Ты не плачь, нюрка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину, Но плачет нюрка, живая душа, Слёзы с кровью смешались на лапах, Ах, ах, нюрка, ах, а рожа, Самый тоненький чуяло запах. Ну, так как здесь достаточно много людей, Которые были в Афганистане, И ни в одном месте перемещались, То я хочу спеть песню, Которая называется Афганские гарнизоны. Ну, конечно, все афганские гарнизоны, Спасибо, господи, Перечислить невозможно, Но хоть те, которые более-менее знали, Ну, ладно. С Ташкентской пересылкою Последнюю бутылкою Простились и Айдам Воздушным сообщением Другое измерение Другие города Габул-Габул РС Авгул Да руля мал, где чуть живой От скуки штаб сороковой Аэродром Небесный гром Комдив с чекушкой И прапорщик с ветром Желаловат Волшебный сад Между двух бригад Что над рекой Хранят свой собственный покой Спим на часах С пычком в усах И вертолетный полк Витает в небесах Кундуз, кундуз Не хватит мус Чтобы поэта Объявить тебя прекрасным вдохновить Но весь зимой мороз Весной понос И круглый год Жить или не жить Один вопрос Годни, газни Кругом огни Бьют дышака Издалека И миномет из бугорка Берить за ум Гони ханум Без темноты Она не стоит Этих сум Гордес, гордес Вылетай в небес Качают духи Головой Перед бригадой Штурмовой Моза рубли В такой пыли Мы сами духи Продохнуть бы И не смогли Шэндан, шэндан Здесь мало банд А тот, кто этому не рад Пусть отправляется в Герат Но здесь оклян Госпиталян Госпиталян Где много баб А с ними пухом Нам земля И Гондакар Сплошной гугар На черной площади броня Горит средь ночи Средня Но за углом Аэродром Где нас не взять Где ждет нас Пропорщик С ведром Вечерний свет Вечерний свет В горах богат В ущельях сыром И темно В воду во флягах Как вино Война не понимает нас Пусть оставались мы Не раз В ущельях с ней На Эндене Но ни на склонах Ни на дне Война не понимала нас На гребне высланы Пласты Их поменяют Через час Война глядит Из темноты Она не понимает нас А мы опять Не сжем костры А мы уже Не тушим глаз Война не понимает нас Иначе вышла из игры Вечерний свет В горах богат В ущельях сыром И темно Вода во флягах Как вино Война не понимает нас Вода во флягах Как вино Война не понимает нас Песня называется Советник Жуков Я несколько слов о советниках скажу Все-таки Как бы ни тяжело было Сражаться в войсках Но когда среди своих это одно А когда все-таки Среди своих Это гораздо По-моему Как-то страшнее Ну не знаю Гораздо Гораздо У нас Ну тяжело А у нас были Советники Значит В афганской армии Были партийные советники Были комсомольские советники Которые сидят Вот там Коля комиссаров И компания Это вообще сумасшедшие люди Они туда В общем-то Без всяких документов Поехали Не было даже Никого официального решения О том, что туда поедут Комсомольские советники И они лезли туда Куда надо И куда не надо Почему среди них Много погибших И раненых Много Были советники По линии КГБ Сегодня присутствует У нас Вдова одного из них Любовь Федоровна Рутинян Дочка его А советник Жуков Песня Делалось еще раз Когда шли Афганские события И Жуков Живым Что мы очень удивились Вернулся из Афганистана И его потом Назначили куда-то На службу В Ленинград И вот мы его провожали В том числе Был и легендарный Полковник Хабаров Который Израненный И второй раз Служил в Афганистане Уже вроде Инвалидом Не служил Вот А потом Был в тюрьму Якобы За попытку Государственного Переворота Сняли с него Да понятно Что сняли Куда еще Деваться С волочам Вот А Хабаров Про Жукова Сказал Очень хорошую фразу Ты знаешь По-моему Это единственный Из пехоты За кого даже Десантники Бьют стоя Ну вот Песня называется Советник Жуков Он написал И еще тогда Когда шла Афганская война Он сядет На поезд Хороший Уедет Служить В Ленинград Он хочет Не думать О прошлом Как года Четыре Назад Не спит От колес На восток Хоть и на ночь Попил Не чайку В окошко Уставился Жуков Советник В афганском Полку Он помнит Он помнит Ту дату Когда В роковом Декабре В полку Бунтовали Солдаты И ждали Его Солдаты 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 Своим Пистолетиком Малым Сарбазов Погнал он Вперед Туда Где За каждым Дувалом Мятежный Страчил Пулемет И шли Пригибаясь От страха Судьбу Проклинали Но шли Советник Страшнее Аллаха Когда Он Из Русской Земли Так Что ж ты Советник Не весел В экспрессе Москва Ленинград Мир Тот же Из Крови Песен Как Года Четыре Назад Не Ты Уезжаешь В разлуку А Мы С тобой Разлучены Спи Виктор Дмитрий Бэсь Жуков Советник Советской Страны Аплодис dinos 345 Отдельный Для Без 100 Наконец Будет И 345 Может Я Мы Зах Можно О Даже Десантники Точно Владимир Макавей, 345-й легендарный отдельный парашютный десантный полк, про него еще будет сегодня песня, Володя, но он просто подтвердил, что я не просто так вам сказал, не обманул, он выпил стоя, хотя он десантник легендарный, а пьет и пихот. Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлил, опять хохочет медсестричка и режет салазом полиц. А над палаточным презентом свистят то ветер и тот свинец, жизнь словно кадры киноленты, дала картинку на конец. О чем задумался на штабах, какие в яхе увидел сны, откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны. Ах, хорошо сестра хохочет от медицинского вина, она любви давно не хочет, ей в душу глянула война. Эй, зомболит, плесни по-малу, теперь за родину пора, нам не спуститься с перевала, который взяли мы вчера. Володя, а вот теперь можно про мой любимый... Вот у меня значок даже его, который Валерий Востротин снял себе и отдал. 345-й отдельно парашютный десантный полк, где была и 9-я рота, и в начале войны, и фильм, который я считаю ужасный и дурацкий. Тоже 9-я рота, но 9-я рота в конце войны... Хотя она далеко не вся погибла, там погибло 6 человек, и то, и были огромные потери. В 9-й роте это такое было. Редкости, а может никогда не было. Из бомиана нас вытаскивал, да? 9-я рота. Итак, 345-я и полк. Обнимись, друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми, 345-го полка. Как мы были молоды по грамме, как свистели пули у виска, Как сверкало пламя, словно знамя, 345-го полка. И сверкало пламя, словно знамя, 345-го полка. От Саланган и до Бомиана лезли мы по тропам облака, Сквозь рассветы, алые, как раны, 345-го полка. Павшие поймут, одноболчане, мы сегодня выпили слегка, Слишком много горя за плечами 345-го полка. Ну, а тех, кто предали нас ныне, Нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, И в Москву пойдем наверняка, Как вас в обожденную столицу 345-го полка. В русскую советскую столицу 345-го полка. И вот здесь присутствует Вильхом Павлово, 2009-й год, командир роты. Это единственный, то есть крайний офицер, Кто остался в жизни в Хиргане. Я помню, что 345-го полка пришел здесь в Хиргане. Может, кто-то скажет? Ну, ладно, потом тогда скажем. Так, вот, скоро у нас будет выступать Морозов. У меня же осталось несколько песен, да? А я сейчас хочу спеть песню, Которая посвящена Игоря Морозова. Вот тоже странное дело, да? Основоположники афганской песни Стали, в общем-то, рядовые бойцы советской армии и Офицеры КГБ. Да, да, вот так вот. А профессионально осталось песни Юры Керсанова, тоже КГБшник, Игорь Морозов, КГБшник, и, извините, Игорь Стакова, хотя я служил в советской армии. Вот, но что интересно, вот мы, например, трое все с 51-го года, и что-то нас все связывает. Ну, короче, я хочу спеть песню, вернее, посвященную Игорю Морозову. Называется она «Была, не была». Сейчас. Вспомни. Довольно новая песня. Еще не знаю. Она не была. Мы еще вспоминаем Афганские горы, Мы еще не забыли Ущелья Чечни, Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Но уже не про них Мы ведем разговоры Доживая солдатские Скудные дни Помнишь домик с крыльцом Помнишь тихую речку Помнишь девочку тут С кем сидел у костра Это было давно Это будет навечно С этим нам расставаться Еще не пора Автоматы и гитары До срока укрыты От обетов чужих И от глаз неродных Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых Мы остались в живых Не для славы и быта Ради первой любви Мы остались в живых Еще ради той, не застегнутой нами Величайшей всемирной отцовской войны А с гражданской второй сладим как-нибудь сами Ну а горные трети нам уже не важны А с гражданской второй сладим как-нибудь сами Ну а горные трети нам уже не важны Пусть девчоночка там стала женщиной старой И костер прогорел, и река заросла Есть у нас на двоих автоматы, гитары И война за окном, и была, не была Есть у нас на двоих автоматы, гитары И война за окном, и была, не была Поворот на программу Ни долго не стану, ни сон, ни обман Я память друзей не предам Я вижу сквозь даль дорогу джабаль И наш поворот на баграм Ударил фугас, но Бог меня спас Не знаю, чужой или свой Над грудой брони Смерть попремени И окажется снова живой И дело не в том, что будет потом Как встретят нас в лучшей стране До крика «держись!» Недолгая жизнь ПЕСНЯ И взрослый усатый комбат Не хватит свинца, чтобы наши сердца Дживые забились не в лад Ни долго не стану, ни сон, ни обман Я память друзей не предам Я вижу сквозь даль дорогу джабаль И наш поворот на баграм Я вижу сквозь даль дорогу джабаль И наш поворот на баграм Ведь это сердце А не фляжка И не вода Течет о кровь Спасай без санта Моя тельняшка Дай силы женская любовь В чужой земле В нерусском небе Война следила День за днем Как на солдатском горьком хлебе Мы выживали Под огнем Атаки вреды И подрывы Стук пуль леда И сердец Но мы с тобой Остались живы Но мы вернулись Наконец А если снов Станет тяжко И нас война Догонит вновь Спасай Последняя Тельняшка Дай силы Первая Любовь Спасай Десантная Тельняшка Дай силы Женская Любовь Почему Нынче Вспомнились Мне Тетра Те снега Те пески Далеко Далеко На войне Где мы были Как братья Близки Далеко 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 На войне Где мы были Как братья Близки Пролетали В ночи Про села Разноцветные Звезды Войны И Нам снились В горах До утра Ледяные Солдатские Сны Вот Сижу Над рекою Москвой На гитаре Походной Причу Я С войны Возвратился Живой Я Войну Вспоминать Не хочу Остывает Уха В котелке Не допито Во фляге Вино И Всползает Слеза По щите Что Увидеть Цена Не дано И Опять Вспоминаются Мне Те ветра Те снега Те пески Далеко Далеко На войне Где мы Были Как братья Близки Далеко Далеко На войне Где мы Были Как братья Близки Так Ну и сейчас Немножко Наберитесь духу Песня Несколько длинная Но интересная Называется Накрадкий курс Новейшая история Афганистана Чтобы ее понимать Все-таки надо Знать Что она написана В два захода Один заход Я написал Еще при жизни Прежнего И он упоминается В этой песне Тот, кто нынче Выше всех А второе Когда закончились Все эти события Безусловно Дали маху Мы десяток лет назад Называя Захершахом И высочество И брат Мы ему Завод плотину Мы даем ему Угля Да, любили мы Скотину Захершаха Короля И До зубов Вооружили Утопи его Харон А вообще Неплохо жили С этим самым Захиром И целуя с господами Тот, кто нынче Выше всех Заложил кирпич Фундамент Под Кабульский Политех Но история Как средство По весу Кирпич И Кирпич 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 Мы Кирпич 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 Зная Что На нескольких Памятниках Тбилисках Афганским Ребятам Есть строчки из этой песни ПЕСНЯ 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 Летитус! Летитус! Ну еще одну хочу вам спеть относительно новую песню в предпоследнем моем выступлении. Она не только про Афганистан, но она характерна тем, что она и начинается, и заканчивается нашим будущим Афганистаном, потому что хотим мы или не хотим, а второй афганский поход обязательно будет. С ожелением. Проснулся утром, чую быть в беде, где пил вчера, какие были бабы. Лишь понял директиву из Генштаба в Афганистан и далее везде. Прошел в Афганистан, в Падене и в Иссе, был в морозилке и в сковороде. А дома директива над Белиси, ну и затем, как водится везде, от Сулико отбился малой кровью, врет, что синяк остался на груди. А из Генштаба клич на Приднестровье в Пентеры, Дубасары и везде. Потом армяне с айзерами в страхе сошлись на виноградной борозде. Я их нырил в Нагорном Карабахе, в Бакуи, в Сумга, Ити и везде. С таджиками и вовсе было худо, всем вес в ребро, всем кровь на бороде. Пришлось пройти отсюда и оттуда, в Таджикистан и далее везде. Я разлюбил весь мир юго-восточный, я заскучал по северной звезде. Но был отправлен к директивой срочной в Абхазию и далее везде. Но вот осели русские туманы, хотя еще дымились кое-где. И я слетал десантом на Балканы, на Приштину и далее везде. Но сочинил генштаб другую сказку, что виллами писалось на воде. Я послан был в окрестностях Дамаска, в Мимим, в Алеппан, далее везде. Изгнал экил оттуда, чтобы рядом с Россией был он, а не черт и где. Чтоб в Могин штаб командовал парадом, в Афганистане далее везде. Пусть мой генштаб командует парадом, опять в Афгане и опять везде. Да, ну почему я остановился? Ну почти специально, хотя и нечаянно. Потому что тут перечисляются все те конфликты и горячие точки, в которых многие из вас принимали участие уже после Афганистана. А их было так много, что даже у меня и комплетов-то не хватает, но и хватает, и я их забываю. Последняя песня, и так называется «Последний батальон». Последний батальон уходит из Кабула На взлетной полосе гудит последний июн Диван и дизелей дорогу затянуло «Прощай, Афганистан, который я любил». Война была войной не лучше и не хуже, чем тысячи других в иные времена. В пустынях жгла жарой, в горах губила стужей, И девять с лишним лет стреляла в нас она, Слегкой оплачен долг интернациональный. Не посранили мы советскую страну, И все же иногда оглянемся печально Наброшенный Кабула, предчувствуя вину. Оставили друзей наедине с врагами, Оставили врагов с судьбой наедине. Одни убьют других, потом погибнут сами На недобитой нами горестной войне. Последняя колонна от аэродрома Идет на Черекар и дальше на Джабаль Перемахнём саланг и завтра будем дома Прощай, Афганистан, которого мне жаль Перемахнём саланг и завтра будем дома Прощай, Афганистан, которого мне жаль Спасибо, друзья.